Я говорю, я в тайге живу, там мне ваши бонусы не пригодятся. В общем, сейчас у листа будет ожидание реальность. Короче, тут в Питере, по-моему, ребята немного тормозные, я вам сам расскажу. Прибрежная лодка пытается выйти в открытое море. Такой разъем сложный какой-то, да? Такую тачку мы не можем разбить. Как говорится, Россия для русской правды. Спасибо большое. Что, ребята, у нас сегодня первый опыт кэшеринга, кэшеринга, кэшеринга. Черт его знает, у нас в Сибири такого нет. Вот ходим уже 10 минут, ищем эту тачку. Там же определенное время, за 20 минут, и надо найти. Кэшеринг, для тех, кто не знал, это аренда автомобиля по-минутно. Платишь за минуту. И вот ты ходишь, ищешь эту тачку здесь. Ну что, ребята, мы набегались, сели в тенечек немножко передохнуть. Вот наш автомобиль. Сейчас мы его откроем, осмотрим и пошагаем дальше. Нажимаю открыть и начать осмотр. О, пикнуло. Пошагал. Надо ее все осмотреть. Здесь вмятина, здесь вмятина, здесь вмятина. Здесь расфигачен бампер. На капоте какая-то фигня. Вся тачка убитая вообще. Ну ладно, нам без разницы. Здесь потертость. Ага, бампер вообще с клипсы отошел. Вот здесь вот подкрылок болтается на каких-то саморезах. На таких тачках я давно не ездил. А вообще он болтается весь. Нужно еще внутри посмотреть что-то. Может быть кого-нибудь тошнило внутри. Что тут она вся уфигачена эта тачка. Какие-то царапины тут. Я вот в этой компании зарегистрировался. С утра там нужно копии паспортов сделать, карту привязать. А Яндекс мне до сих пор не ответил. Поэтому я уже еду, а Яндекс еще все думает и отвечает мне. Такие дела. Пытаюсь в службу поддержки дозвониться, потому что хочу заправиться топливной картой. А здесь вот таким образом написан пароль. Такое ощущение, что это сделано специально. Ничего не видно. Я не могу не довести ничего. За свои бабки что-то не очень охота заправляться. Но ситуация тупая, потому что я заправился за свой счет. И мне придут бонусы. А что мне эти бонусы? Я говорю, я в тайге живу. Там мне ваши бонусы не пригодятся. Ну тогда заканчивайте аренду. Просто на полпути. В жопе где-то. Поэтому пришлось за свои бабки заправиться. Вот, ребята, имейте в виду. Не все так просто. Короче, катаемся. Юра говорит, вы где? Я говорю, нам еще 60 километров ехать. Он говорит, а вы куда едете? Я говорю, старую Ладогу. Он говорит, да ты что, мы в городе. Короче, возвращаемся назад. Извини, старая Ладога, мы тебя не увидим сегодня. Знакомьтесь с Юрой, который живет на старой Ладоге. Но, который привел нас в старую Ладогу, но оказались мы на зерках. Да. Короче, два часа лишних движений. Ну, красиво там, Сань, было? Конечно. Это же первый столиц Руси, 763 год основания. Так мы не доехали туда. Там Путина. Если мы туда доехали, ты бы так не сидел. Нет, там было бы круто. А ты бы оттуда не уехал. Что, ребята, я уже в Костюме. Будем сейчас купаться. В общем, сейчас у Листа будет ожидание реальность. Вот там будет ожидание. А вот здесь будет реальность. Я буду тянуть вперед, а ты, главное, упирайся в ноги. Давай, Лист, пошагали. Красавчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сань, как ощущения? Офигенно. Ну что, в трусах нельзя, что ли, как так? Субтитры искусственные волны. Можно. В трусах можно, но у тебя, блядь, стринги не очень красиво будут смотреться. Только тут никого нет, братан. Да, блядь, тут камеры зато есть, братан. А в онлайне? Они у тебя вот так, блядь, зайдут. В онлайне? В онлайне, да. Причем с привязкой к твоему аккаунту. Отлично. Так, а что мы где вообще? Мы в сан-парке. В сан-парке это место такое в Санкт-Петербурге. Воднолыжная ребятка. Пацаны, может вы расскажете? Он даже двух слов сказать не может. А ты ему налево, когда нормально говорить о чём. Что мы где сейчас вообще? Что это такое? Заклёвое место. Я не смогу рассказать. А он тоже два слова не просчитывает. Короче, тут в Питере, по-моему, ребята немного тормозны. Я вам сам расскажу. Офигенное место культовое для вот таких чуваков. А мы где? А, вот сам парк, сурф. Сурф. Сурф это в Красноярске. Welcome to the fun park. Е-е-е-е. Нормально? Вообще офигенно. Здесь ты можешь купить себе сурф в Красноярске. Братан, у меня денег нет. Бл***, ну можешь хотя бы сфоткаться. Хочешь сфоткаться с сурфом? У вас там же знаменитый красноярский свэл приходит. Это что такое? Ну свэл это когда волна. А, я не знаю, я ещё не в теме. Так, ребята, вот они, алые паруса. Парусов нет, а корабль есть. Ну красивое судно, да, офигенное. У меня уже и питерский акцент такой. Кто знает, что это такое? На что это похоже? И здесь очень много мостов. Мы постоянно под ними проезжаем. Может быть вы угадали, что это за мост? Очередной мостик красивый. Пишите в комментариях. Подсказывают мне. Три метра. Можно рукой достать. Сейчас будет самая низкая точка. Вода поднялась. Видите, 2,7. Сейчас можем столбануться. Ну что, ребята, Питер по воде очень даже впечатляет. Вообще прикольно. Пошагали по воде. Прибрежная лодка пытается выйти в открытое море. Ну вот и закончилось наше водное путешествие. Шагаем дальше. Ребята, вы смотрите, что здесь происходит. Это зарядка. Аварийное включение. Это зарядка для автомобилей. Для электрокаров. И они причем с разными разъемами. Вот это, вот это да. Ничего себе, такой разъем сложный какой-то, да? Ну у нас пока в Сибири нет таких тачек. Ну-ка давай класс покажи. А пацанам за тресаточку. Опять 25. Давай покажи, что ты умеешь. Я не умею, Андрюха умеет. Андрюха, покажи, что ты умеешь. Слушай, да я, честно говоря, ничего не умею. Как Майкл Джексон. Давай, Майкл Джексон. Давай. Чё? Это Майкл Эндрю. Главное вовремя ноги раздвинуть. Подожди, ты не в ту сторону едешь, братан. Ты че, куда ты поехал? Ты предлагаешь бегать за тобой? Давай. Хоп. Чек. А это, кстати, не так сложно, ребята. В кусты. Такую тачку мы не можем разбить. Гуляли мы вчера свадьбу. Было все очень круто. Офигенно. Сегодня очки не снимаем. Да. Я говорю, только у меня очков нету, потому что кто-то на них сел или наступил. Сюда. В общем, пошли мы в Петергоф. Что удивило, в кассе спросили, а вы русские? Мы говорим, да. А что, русским будет дешевле билет? Покажите свой паспорт российский. В России уже нужно показывать паспорт, что ты русский, кому-то доказывать. Совсем офигели. Что самое прикольное и умиляет, иностранцы попасть могут в дворец, а мы, русские, попасть не можем. Как говорится, Россия для русских братцев. Спасибо большое. Фонтаны, конечно, поражают. Инженерное сооружение впечатляет. Прикольно. Чтобы время скоротать, в прогулке, мы решили мороженое поесть. Дальше не стало крем. Салфеточку его вывернула. Детям хочешь отпусти? Краснояр? Вот это кладка Петровского времени. Древняя. Качественно раньше строили, конечно. Разговоров нет. Петр Первый был экономным хозяином. Итак, содержание иностранных мастеров обходилось очень дорого. Долгых обязанностей хватило. Обучаясь своим искусством русских людей. Самое прикольное, что здесь все идет самотеком. Никаких насосов, ничего нет. Есть просто запорные задвижки. Какие-то трубы, направления. Ну и все само идет самотеком. Вода идет самотеком. Но это не последняя шутика в нашем роте. Пожалуйста, проследуйте за мной. И вы уже не знали. Шутика. Ну вот мы вернулись домой. Наконец-то. А где будет дочка наша жить и учиться в Питере? Или в Москве, или в Красноярске? Мы так пока и не решили. Боня! Бонька! Джим, хочешь попасть на Алые Паруса? Да. А в Питере будешь учиться? Не знаю. А где хочешь? Не знаю. Ну мне кажется, Питер для обучения, для поступления идеальный вариант. Москва сильная суета, а Питер интеллигенция. И прикольно. Мы с Дашей будем ездить в гости, гулять, тусоваться. Интеллигентная Россия. Порево. Пошагали. ПОДПИСЫВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТ